Здравствуйте, это программа Город Эсси, я Елена Чернявская. Вновь сегодня говорим о льготах в сфере имущественных налогов. Какие бывают льготы, кто может претендовать и на какие льготы могут многодетные семьи рассчитывать, предпенсионеры, в каком случае о льготах необходимо заявить и как это сделать без посещения инспекции, где можно посмотреть полный перечень льгот и что нового в сфере имущественных налогов и льгот с 2020 года. О новшествах в сфере льгот по имущественным налогам расскажет Татьяна Викторовна Сидорова, начальник отдела налогообложения имущества ОФНС России Псамарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, расширился список получателей налоговых льгот по земельному налогу на имущество и в отношении одного из объектов определенного вида. Скажите, пожалуйста, вот какие граждане в связи с этим дополнительно вошли в категорию льготников и кто с этого года имеет право на налоговые льготы, землю, соответственно, и недвижимость? В этом году первый раз мы применяем льготу для предпенсионеров. В прошлом году проходила большая информационная кампания о том, что с 1 января 2019 года предпенсионеры у нас будут льготироваться точно так же, как и пенсионеры. Предпенсионеры – это женщины 55 лет, мужчины 60 лет. В этом году сведения к нам поступили из Федерального отделения Пенсионного фонда России. Они у нас загружены, и уже налог рассчитан на земельный налог и налог на имущество с учетом этих льгот. Какие именно льготы? Это, в первую очередь, по недвижимости. Предпенсионеры имеют право на льготу в отношении одной квартиры, то есть одна квартира не облагается налогом, одного жилого дома, одной комнаты, хозяйственное строение помещений, сооружения. То есть и обязательным условием должно быть, что именно эти объекты не используются в предпринимательской деятельности. Если они используются в предпринимательской деятельности... Ну, проще говоря, не сдаются, да? Да, да, соответственно, льгота не представляется. По земле у нас существует федеральная льгота, существует местная льгота. Федеральная льгота принимается на федеральном уровне, местная льгота принимается на местном уровне. В данном случае это муниципальное образование Самарской области. Это 6 соток. Наши 6 соток, любимые 6 соток, они не облагаются. То есть если земельный участок у пенсионера или предпенсионера в этом случае, более 6 соток, ему предоставляется льгота, то есть вычет на те 6 соток, а остальное все будет облагаться. Но я хотела бы обратить внимание, у нас существует местное законодательство. Это Самара, это Тольятти, где предоставляется дополнительное 6 соток. А что значит дополнительное? Дополнительное это значит федеральный уровень 6 соток не облагается и местный уровень 6 соток не облагается. То есть если допустим 12 соток, значит мы представляем 6 соток федеральный уровень и 6 соток мест. То есть не облагается совсем. Но это касается именно отдельных муниципалитетов. То есть не все муниципалитеты Самарской области приняли именно решение предоставить льготу предпенсионерам по земельному налогу. А скажите, пожалуйста, имеет ли значение, сколько в собственности находится земля? Ну, вот те же 6 соток, то есть куплена она в этом году, либо ранее, либо вообще 10-15-20 лет назад? Льгота у нас предоставляется с момента, скажем, если человек имеет основание на эту льготу, то есть неважно, когда этот земельный участок был приобретен абсолютно. И если, допустим, приобретен был в этом году земельный участок, это 2020 год. За 2020 год мы исчисляем налог в 2021 году, поэтому льгота будет предоставлена при расчете налога в 2021 году, за 2020 год. А если, допустим, земельный участок приобретен в 16-м, 17-м, 15-м, 11-м, совершенно неважно, для предпенсионеров мы предоставляем льготу с 1 января 2019 года. Но следует обратить внимание на дату рождения в обязательном порядке, потому что предпенсионер может быть как с 1 января, так и со 2 февраля, так и с 1 мая и так далее. Я думаю, что все подробности вы разъясняете лично, когда человек приходит и обращается. Вот, кстати, какова процедура оформления этой льготы, что нужно сделать, куда прийти, особенно сейчас в период самоизоляции? Ну, во-первых, никуда приходить не надо. Льгота данная имеет проактивный характер. Проактивный – это значит без участия налогоплательщика. Сведения о предпенсионерах нам предоставляет пенсионный фонд. Поэтому сведения уже загружены, налог рассчитан, льготы предоставлены. Спасибо. Давайте еще раз напомним, кто все-таки устанавливает льготы и ставки по имущественным налогам. Какие бывают льготы, кто входит в перечень льготников и кто в этом году впервые воспользовался данным правом? Льготы у нас предоставляются федеральным законодательством. Эти льготы все прописаны в налоговом кодексе. И дополнительные льготы. То есть у нас есть у муниципалитетов право на представление дополнительных код, на изменение ставок налога. И, соответственно, муниципалитеты. Это органы муниципальных образований, это городские округа, это сельские поселения, которые дополнительно предоставляют льготу. Полностью всю информацию можно увидеть на сайте ФНС России ставки льготы по имущественным налогам. То есть там достаточно будет выбрать льгот и наименование муниципального образования, и можно увидеть все льготы, которые могут быть предоставлены налогоплательщику. Опять же, в том случае, если он относится к этой льготной категории, как я уже говорила, что у нас сведения о льготниках представляют определенные органы. То есть у нас существуют пенсионеры, предпенсионеры, у нас существуют герои России, герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварийной Чернобыльской АЭС и так далее. У нас достаточно большой перечень налогоплательщиков, которые могут воспользоваться льготами различными. Это порядка 15 категорий, если даже плюс многодетные, уже 16 категорий. Вот, поэтому все там можно увидеть. На сайте, опять же, у нас, помимо того, что там перечислены льготы, там перечислены документы, которые необходимы представить в том случае, если льгота не была предоставлена автоматически. Я просто советую сначала дождаться, когда налоговедомления выгрузятся в личный кабинет или же будут направлены по почте, а потом уже, если человек считает, что он льготник, а льгота по какой-либо причине ему не предоставлена, тогда можно обратиться. Или в налоговый орган, ближайший налоговый орган абсолютно, или же можно обратиться к нам в управление, или можно обратиться через личный кабинет, что самое удобное, я так считаю. Да, экономит время и самые главные деньги. Я, со своей стороны, напомню, что на всей территории Российской Федерации работает бесплатный справочный телефон «Контакт Центра ФНС России», по которому граждане могут задать интересующие их вопросы по налоговой тематике. Давайте мы сейчас поговорим о правилах предоставления налоговых льгот в сфере имущественных налогов. Скажите, пожалуйста, изменились ли они в 2020 году? Что сделано для процедуры упрощения и, конечно, предоставления налоговых льгот населению? Ну, я хотела бы сказать о том, что у нас немножко упросил самопорядок представления льгот. Заявление на льготу у нас, оно универсальное. Оно размещено у нас в общедоступных информационных ресурсах от «Консультант Плюс». Это, насколько я знаю, в МФЦ. То есть заявление хотелось подчеркнуть, что можно подать и в МФЦ. Потому что, ну, я так думаю, что МФЦ больше у нас немножко, чем налоговых органов. Вернее, даже я бы не так сказала. Они просто находятся в определенных населенных пунктах, где нет именно налогового органа. Поэтому проще обратиться уже в МФЦ. И к этому заявлению в обязательном порядке надо предоставить документы. Есть два варианта. Вернее, можно предоставить документы, а можно не предоставлять документы. Но в заявлении в обязательном порядке надо проименовать тот документ, на основании которого вам будет предоставлена льгота. И хотелось бы обратить внимание налогоплательщиков, что в том случае, если налогоплательщик предоставляет справку или же какой-то другой документ, а зачастую у нас документы называются очень длинные и витиеваты, и сложно заполнить, потому что печатные буквы и не всегда в клеточку попадают. Но это, в общем-то, основание для отказа предоставления льгот, потому что не всегда понятно будет. Поэтому достаточно к этому заявлению приложить справку, и уже документы основания можно не заполнять. Хорошо. Предлагаю перейти к следующей теме. Вот какие федеральные льготы предоставлены многодетным семьям по имущественным налогам? Чем многодетнее семья, тем больше размер предоставляемой льготы? Или нет все же? Да, совершенно верно. Во-первых, хотелось сказать то, что с прошлого года у нас многодетные семьи пользуются правом на льготу. Это 5 квадратных метров на квартиру, то есть дополнительно необлагаемых 5 квадратных и 7 квадратных метров на жилую дом. При расчете налога на имущество у нас существует налоговый вычет. Он существует для всех абсолютно, не только для многодетных семей. Это необлагаемые 20 квадратных метров квартиры. То есть 20 квадратных метров квартиры. Плюс еще, если трое детей, то это уже многодетная семья. Это плюс еще 15 квадратных, это уже 35. А если 5, то получается 50 и так далее. То есть чем больше детей, тем меньше мы платим налогов. По земле. По земле у нас многодетные семьи получают право на льготу в размере, не облагаемой налогом суммы, 600 квадратных метров. Точно так же, как пенсионеры. Аналогично. По транспортному налогу. По транспортному налогу у нас легковые автомобили для многодетных семей. Это 110 лошадиных сил. Они не облагаются. И автобусы 150 лошадиных сил. Просто у нас пенсионеры и герои, и участники. У них планка, нижняя планка, верхняя планка, простите, это 10, простите, 100 лошадиных сил. У многодетных 110 лошадиных сил. Ну вот так вот. У нас есть видео на этот счет. Я предлагаю прервать наш с вами разговор и посмотреть сюжет. Внимание на экран. Дорогие взрослые, а вы знаете, что с 2019 года многодетным предоставляются дополнительные вычеты по налогу на имущество и земельному налогу. Их могут получить родители, усыновители и опекуны, у которых трое и более несовершеннолетних детей. По налогу на имущество предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров жилого дома. Например, если у вас трое детей и квартира площадью 80 квадратных метров, тогда при расчете налога будет применен стандартный вычет в размере 20 квадратных метров и дополнительный вычет по 5 квадратных метров на каждого ребенка. В итоге вы будете платить налог 45 квадратных метров. По земельному налогу вычет для многодетных уменьшает налоговую базу на 600 квадратных метров с участка. Например, если площадь вашего участка 10 соток и у вас трое или более детей, то после вычета 6 соток вы будете платить налог с 4 соток. А если площадь вашего участка не превышает 6 соток, то налог вовсе не нужно платить. Эти налоговые вычеты будут учитываться при расчете налогов за 2018 год и далее. Вычеты можно получить в отношении одного объекта каждого вида на комнату, квартиру, дом и земельный участок. Если каких-то объектов у вас два и более, то вычет будет предоставлен только на один. Например, если две квартиры, то на ту, у которой сумма налога выше. Вы можете воспользоваться этими вычетами, независимо от того, где зарегистрированы вы или ваши дети. Вычеты для многодетных семей не отменяют льготы, предусмотренные нормативными актами муниципалитетов. Заявить право на вычеты легко. Если вы уже обращались в налоговую инспекцию для предоставления налоговой льготы, например, по транспортному налогу, то повторно обращаться не нужно. Вычет будет применен автоматически. Но если в налоговом органе нет сведений о том, что у вас трое и более детей, то подайте заявление о предоставлении льготы в налоговую инспекцию, многофункциональный центр или через личный кабинет налогоплательщика. Образец заявления имеется на сайте налог.ру и в любой налоговой инспекции. Все просто. Больше детей, меньше налогов. Продолжаем наш разговор и вопрос в продолжении темы многодетных семей. Скажите, пожалуйста, много ли многодетных семей воспользовались в Самарской области этой льготой? И вот местные льготы, льготы на федеральном уровне, они как-то суммируются? И где можно узнать о льготах, которые предоставлены данной конкретной многодетной семье? Ну, в первую очередь, у нас льготы предоставлены в прошлом году. Это 4 тысячи многодетных семей получили льготы по земельному налогу. И чуть больше 7 тысяч получила по налогу на имущество физических лиц. Сейчас мы пока не знаем, сколько у нас получится. Статистика будет в конце года? Нет, статистика будет у нас не в конце года, она будет у нас скоро, буквально через полтора месяца мы узнаем. Но пока я не могу сказать. Суммируются ли льготы муниципальные и федеральные? И где можно узнать о том, что они предоставлены? Да, льготы муниципальные и федеральные суммируются в обязательном порядке. То есть, если у нас есть дополнительные льготы, предусмотренные местными органами. Да, местными властями, органами местного самоуправления. Опять же, я хочу сказать, что у нас в Самаре многодетные семьи, они, в принципе, давно уже пользуются льготой. И, если я не ошибаюсь, это Тольятти, это Сызрань. Там присутствуют дополнительные льготы для многодетных семей. Поэтому, если, как было сказано в ролике, вдруг вам не предоставлены льготу, приходите, пишите заявление, приносите документы, мы, конечно, льготу предоставим. Спасибо. А вот можно ли через, как раз, если мы с вами заговорили о личном кабинете, вот на сайте ФНС России сообщить о праве на льготу, вот как раз разделе личный кабинет. И что делать? Ну, такое вот зачастую бывает, что пароль к личному кабинету потерян. Сейчас, раньше можно было обратиться в любой налоговый орган и восстановить пароль. Сейчас, вы сами понимаете, что у нас несколько затруднено общение с налоговыми органами. Поэтому можно, зайдя на сайт личного кабинета, ввести пароль и логин от госуслуг. И зайти. Все получится. Все получится, да. Даже если у вас не было никогда личного кабинета, можно это сделать. Вы знаете, у нас есть как раз наглядное видео, и я предлагаю к нему обратиться. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц вся ваша персональная информация надежно защищена паролем. Но что делать, если вы его забыли? Его можно восстановить. Пройдите по ссылке «Забыли пароль» и введите свой ИНН, адрес электронной почты и кодовое слово, и нажмите «Восстановить пароль». Инструкция для восстановления пароля придет вам на почту. Но чтобы такой способ заработал, его надо настроить. Это желательно сделать сразу после того, как получите регистрационную карту для доступа в личный кабинет в налоговой инспекции. Войдите в личный кабинет, перейдите в раздел «Профиль» и введите адрес своей электронной почты. На этот адрес вам будет направлено письмо со ссылкой. Перейдите по ней. Если вы все сделаете правильно, то рядом с вашей электронной почтой появится статус «Адрес подтвержден». Поставьте галочку «Разрешить восстановление пароля по адресу электронной почты» и придумайте кодовое слово. Теперь, если забудете пароль, его можно будет восстановить без посещения инспекции. Все очень просто. Справится даже школьник. На всей территории Российской Федерации работает бесплатный справочный центр «Контакт-центр ФНС России», по которому граждане могут задать интересующие их вопросы по налоговой тематике. Получить консультацию по самым актуальным вопросам налогового администрирования можно бесплатно по единому федеральному номеру 8 800 7 2 вне зависимости от места регистрации и местонахождения. Общий федеральный справочный телефон «Единого контакт-центра ФНС России» 8 800 7 2. Ну что же, через МФЦ можно подать заявление и его примут на представление налоговой льготы по имущественным налогам. Верно? Да, совершенно верно. Существует определенный образец. То есть в этом заявлении на титульном листе надо заполнить именно графу. Есть у нас одно, что такое интересное, если раньше в обязательном порядке. То есть у нас существует 102 статья. Я уже перескакиваю просто. Существует 102 статья налогового кодекса, согласно которой налоговые органы не имеют права разглашать сведения налогоплательщики. Это налоговый тайт. Для того, чтобы мы могли обработать заявление, для того, чтобы заявление могли обработать органы многофункциональных центров, в обязательном порядке надо было подписывать согласие на обработку. Для персональных данных, да? Да, совершенно верно. Сейчас это немножко порядок упростился. То есть достаточно поставить галочку в определенном месте в этом заявлении. И заявление вместе с документами, если документы были представлены, уйдет на обработку ближайший налоговый орган. И уже налоговый орган перешлет в тот налоговый орган. Вернее, у нас единая система. И уже налоговый орган, где находится объект, он предоставит львоту. Хорошо. С 2019 года уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги можно с помощью единого налогового платежа. Скажите, пожалуйста, в чем удобство, как это работает и пользуется ли вот этот способ популярностью у самарцев? Да, этот способ пользуется популярностью. Я сама пользовалась, да, этим единым авансовым платежом. Налогоплательщик платит до наступления срока уплаты. Единый авансовый платеж. В прошлом году это была земля и имущество транспорта. И уже при наступлении срока уплаты единый авансовый платеж зачисляется в счет погашения именно актуальной суммы, которая содержится в карточке расчета с бюджетом каждого налогоплательщика. Ну, для чего это, в принципе, удобно? Для того, чтобы, ну, во-первых, налогоплательщик может уехать в командировку. Налогоплательщик может просто, ну, сейчас у него есть денежка. Ну, разные ситуации жизни бывают. Да, разные жизни ситуации. Поэтому это сделано для удобства. Совершенно верно. И каждому решать самому, стоит платить авансовый платеж, не стоит. Я хочу сказать, что эти деньги, которые заплатил налогоплательщик, они никуда не деваются. Они лежат до наступления срока уплаты. Можно сказать, на депозите, да? Да, 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 совершенно верно. И никто этим деньгами не может воспользоваться. Спасибо. Вот давайте посмотрим, как это происходит наглядно. С 2019 года налогоплательщики, физические лица, могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру. Заполнить платежное поручение. Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. Продолжаем разговор. Какие еще изменения вступили в силу с 2020 года в сфере имущественных налогов? Что нужно знать гражданам об этих изменениях? Татьяна Викторовна, вот собственникам земельных участков, недвижимости, транспортных средств, вот какие новшества по налогам нужно знать и запомнить? Единственное новшество и такое значимое новшество – это предпенсионеры. Я еще раз обращаю внимание на то, что предпенсионеры – это женщины 55, мужчины 60. Им льгота представляется так же, как и пенсионерам. Это налог на имущество. Это одна квартира, один жилой дом, одна комната – это часть жилого дома, одна часть жилого дома или часть квартиры. Если в собственности находится у людей предпенсионного возраста. Совершенно верно. Это 6 соток по земельному участку. И неважно, где этот участок расположен, льгота предоставляется федеральная на один земельный участок. Льгота может быть еще предоставлена местная. Это 6 соток в Самаре, Тольятти. И транспортные средства, так же, как у пенсионеров, это 50% от суммы исчисленного налога на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. То есть еще, наверное, стоит напомнить, что все эти сведения в базе ФНС есть. Ити никуда не нужно и подавать заявление тоже. То есть эта льгота будет исчисляться автоматически. Ну а вот как люди узнают, что они ее получают? Ну, первое, хотелось бы сказать о том, что у нас существует личный кабинет налогоплательщика. И если человек не подключен к личному кабинету налогоплательщика, желательно ему подключиться. Опять же, поскольку сейчас налоговые органы не работают с налогоплательщиками, это можно делать через сайт госуслуги. То есть логин и пароль сайта госуслуги, заходим в личный кабинет, подключаемся. И через определенный период времени все документы, все объекты, все уведомления с момента подключения к личному кабинету налогоплательщика будут выгружены. И можно будет посмотреть, является ли человек льготником, не является. Это первое. Второе. О своей льготе можно узнать в том случае при получении налогоплательщика. Там все прописано в уведомлении. Да, но там прописано в том случае, если не полностью облагается, если объекта не подлежит налогообложению полностью, его там не будет. То есть если у человека, допустим, один земельный участок. Да, пример приведите. Ну вот, один земельный участок. Этот земельный участок менее 6 соток. Налогоплательщик относится к льготной категории налогоплательщика. Соответственно, льготу мы ему предоставили. Сумма налога отсутствует к уплате. И налогое дамление, соответственно, не формируется, потому что нет суммы налога к уплате. Также это может быть, если у налогоплательщика одна квартира. Но если у налогоплательщика несколько квартир, а льгота предоставлена, так же, как и несколько земельных участков, соответственно, он получит налоговое уведомление и увидит в определенном разделе, что льготу ему предоставили. Спасибо. Татьяна Викторовна, я предлагаю перейти к вопросам от телезрителей. Скажите, пожалуйста, можно ли через МФЦ сообщить о праве на льготу военный пенсионер? Да, конечно. Можно прийти в МФЦ, написать заявление и в налоговую службу в тот же день МФЦ передаст сведения. Еще вопрос. В январе родился третий малыш. Что нужно сделать, чтобы получить льготы по имущественным налогам многодетной семьи? Живем в Самаре. Какие документы нужны? Если в январе этого года, то у многодетной семьи еще время есть до декабря. И в декабре можно будет подать заявление, можно в январе следующего года, то есть до момента проведения массовых расчетов. Но опять же, в том случае, если сведения у нас не поступят из определенных органов, а эти органы у нас, Министерство демографии Самарской области, именно оттуда поступают сведения. И еще один вопрос. Льготу по имущественным налогам необходимо подтверждать ежегодно? Нет. Это достаточно один раз. И последний вопрос. Какие льготы по транспортному налогу есть? По транспортному налогу у нас для пенсионеров это 50% на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. И полностью не облагаются именно те же самые транспортные средства. Это герои Российской Федерации, это участники Великой Отечественной войны, это ликвидаторы. И полностью, в принципе, у нас полностью льготные категории. Она прописана на сайте налоговой службы налог.ру и в разделе ставки льготы по имущественным налогам. Скажите, пожалуйста, а вот ставки и налоговые льготы жители города и жители области разные или одинаковые? По транспортному налогу всех одинаковые. Да, потому что транспортный налог – это региональный налог. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Вовремя платите свои долги, налоги и, конечно же, вам обязательно предоставят льготу, если вы на нее рассчитываете. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова